приветствую вас друзья сегодняшнее видео посвящено проигрывателю винила от компании project модель the classic evo это обновленная версия популярной модели the classic давайте для начала его распакуем соберем потестируем далее уже конечно поговорим о его достоинствах и недостатках и конечно о самом главном о звуке проигрыватель кстати продается в двух комплектациях без картриджа и с картриджем quintet red от компании artofone в нашем случае проигрыватель без картриджа однако я попросил чуть более старшую модель эмсишной головы от компании artofone quintet blue собственно сам процесс установки вам также покажу ну а для начала давайте приступим к распаковке в коробке у нас находится еще одна коробка поскольку проигрыватель весит все-таки немало внутри целый пакет с инструкцией пасеками инструментами и аксессуарами фетровый сливмат далее пылезащитная крышка сам проигрыватель на дне опорный диск и субдиск так здесь у нас блок питания с джентльменским набором переходников противовес и три ноги я так полагаю проигрыватель у нас три ножка отдельный пакетик у нас с пасеками обратите внимание пасеки разные перси и кабели красивые ах да перчатки тряпочка механические весы для настройки прижимной силы грузик для антискейтинга адаптер для 7 дюймов ключ и два шестигранника ну и конечно инструкция ну и давайте теперь все это дело собирать несмотря на то что сейчас уже 11 час да простят меня соседи да что-то не хватает не хватает конечно же проигрыватель и так первым делом как написано необходимо удалить три транспортных винтика кстати отвертки в комплекте нету крестовой компания project как бы намекать что такие вещи должны быть в хозяйстве у каждого дома кстати хочу показать вам как выполнена в этой модели вибро развязка обратите внимание здесь нет никаких пружин суп шасси стоит на резиновых шариках устанавливаем субдиск на его законное место далее пасек и опорный диск освобождаем тонарм от стяжки и кладем слепмат с учетом того что не очень удобно показывать процесс вкручивания ножек но я тем не менее думаю что проблем ни у кого не возникнет друзья обратите внимание как устанавливается грузик антискейтинга наличие штырек который нужно установить на тонарм далее аккуратненько вешаем грузик ну и давайте посмотрим что из себя представляет эта головка звукоснимателя картридж упакован довольно надежно в комплекте книжечка с техническими характеристиками и рекомендациями по установке щеточка для чистки иглы монтажные винтики и отверточка в комплекте две пары винтиков разной длины я взял те что покороче обратите внимание монтажные винтики вкручиваются прямо в корпус головки звукоснимателя что очень легко и удобно плюс очень хорошо то что на головке звукоснимателя есть колпачок который будет защищать до конца процесса установки далее остается аккуратно подсоединить проводки в соответствии с цветом устанавливаем противовес и переходим уже к более тонкой настройки дабы не затягивать это видео предлагаю ознакомиться с подробной настройкой проигрывателя в соответствующем ролике в подсказках здесь же буду краток для начала я установил рекомендованный прижим значение свеса оверхэнк равное 18 миллиметрам если нет под рукой шаблона можете воспользоваться линейкой а позиционирование иглы на шеле можно настроить по шаблону который дается в комплекте азимут был настроен правильно а вот тонарм по высоте пришлось регулировать регулировка находится сзади у основания тонарма необходимо ослабить два винта шестигранником из комплекта антискейтинг имеет три значения в нашем случае прижим уголовки составляет 2,3 грамма поэтому вешаем грузик на самый дальний пазик если у головки звукоснимателя прижим от полутора до двух грамм то на средний пазик а если от 1 до полутора грамм то на 1 проигрыватель с пасековым приводом ручным управлением и электронным переключением скорости 3 скоростной поддержка скорости на 78 оборотов присутствует но для ее переключения необходимо сняв опорный диск перекинуть пасек на другой шкив соотношение сигнал шум 71 децибел уровень детонации три сотых процента отклонение скорости одна десятая процента потребляемая мощность 5 ватт вес 11 с половиной килограмм но и габариты как вы можете заметить внушительные корпус сэндвич из алюминия и мдф внешняя рама изготовлена из шпона натурального дерева по сравнению с предыдущей моделью the classic в обновленном проигрывателе увеличили массу и жесткость субшасси алюминиевый диск весом 2 килограмма демпфирован с помощью tpe субдиск также из алюминия slip mat фетровый комплектуется 9-дюймовым тонармом изготовленным в виде алюма карбонового сэндвича эффективная длина 230 миллиметров эффективная масса 13 с половиной грамм как я и сказал ранее проигрыватель комплектуется mc картриджем quintet red от компании ortofon давайте о нем тоже немного остановимся выходное напряжение 0 5 милливольт частотный диапазон от 20 до 25 тысяч герц разделение каналов более 21 децибела разбаланс менее полутора игла эллиптической заточки на алюминиевом кантиливере рекомендуемая прижимная сила 2,3 грамма плюс минус две десятых податливость 15 вес 9 грамм ну и что же по звуку господа quintet blue практически полная копия младший red и по техническим характеристикам абсолютно идентичным в данном случае даже заточка одинаковая отличается она только исполнение в младший red алмаз клееный в то время как в quintet blue он представляет из себя цельный минерал на звук это практически не влияет но в то же время это влияет на долговечность при точной установке и правильной эксплуатации quintet blue переиграет quintet red однако хоть по техническим характеристикам головы схожи по звуку различий есть как утверждают представители ortofon в первую очередь из-за разного материала в катушках я в лопате два картриджи не сравнивал поэтому не вижу смысла спорить голова понравилась по звуку несмотря на то что это довольно дешевый картридж среди mc его цена составляет 33 тысячи рублей по амплитуду частотной характеристики нет ни малейшего спада по басу что для многих mc картриджи в общем-то свойственно верхнем диапазоне есть легкий приукрас что многим понравится детальность на уровне динамика хорошая трикобилити читаемость тоже хорошая однако не стоит от эллиптической заточки все-таки ждать такого же результата как от сложных много радиусных заточек которые стоят правда дороже встроенного фонокорректоров проигрывать или нет поэтому в одном случае я подключил его к ламповому фонокорректору от компании арт-аудио лап и также к встроенному фонокорректору в усилитель пионер а 90 д и звучало все это дело на акустике тоной д 500 я слушал проигрыватель на протяжении трех дней прогнал примерно с десяток пластинок это и мои стандартные тестовые пластинки которые я всегда использую и добавил несколько новых частности я затронул джаз что еще хочется сказать о проигрывателе виброразвязка на уровне конструктивно среди современных своих коллег проигрыватель исполнен хорошо скорость держит кстати тоже ровно порадовала политика project предоставить покупателю выбор если вы новичок то можете спокойно приобрести проигрыватель с уже предустановленной настроенной головкой звукоснимателя ortofon quintet red процесс настройки и сборки существенно сократит ваше время и нервы если же вы бывалый виниловод профессионал то я думаю нет смысла вам переплачивать заголовку звукоснимателя поскольку скорее всего это уже будет у вас не первый проигрыватель и к этому времени какие-то головки звукоснимателя у вас уже имеются то есть зачем переплачивать лишние деньги что порадовало так это отличный исполненный классический дизайн выглядит внушительно не совсем не как игрушка в том числе из-за габаритов и своего веса присутствует возможность настройки тонарма по высоте азимута и регулировка ножек здесь настраивается все что только можно ну и конечно в том случае если вы приобретаете проигрыватель уже с картриджем могу сказать что картридж действительно неплох то есть вы получаете проигрыватель уже с картриджем типа mc да кстати вам придется приобрести разве что отдельный фонокорректор с поддержкой картриджа типа mc смутить может цена однако компания project одна из немногих кто пристально следит за соотношением цены качества причем во всех сегментах цена за комплект с картриджем quintet red 130 тысяч рублей а цена проигрывателя без картриджа 110 что еще смутило друзья мне не совсем понятно почему многие производители проигрывателей так любят фетровые слипматы данном случае он еще и тонюсенький на мой взгляд конечно же его нужно сменить на резиновый к тому же с учетом того что это классический ретро дизайн мне кажется резиновый слипмат здесь будет смотреться лучше ну и плюс меньше будет прилипать к пластинке ну и несъемный shell в угоду дизайну как вы наверное уже заметили оперативно менять голову тут не получится и аккуратнее кстати с проводками если случайно порвете то придется их перетягивать через тонар этот проигрыватель очень уверенно держится в своем ценовом сегменте среди своих конкурентов особенно понравится любителям пасековых приводов да еще и в ретро дизайне что ж друзья надеюсь это видео было для вас интересным и полезным ставьте лайки подписывайтесь на канал жмите на колокольчик чтобы не пропустить следующие интересные видео и пишите ваши комментарии счастливо